Перед началом подкаста нам хотелось бы передать привет Анастасии и Эмилю, нашим патронам на самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Спасибо. Старые и новые друзья. Гайд по сохранению дружбы. Мы часто переводим материалы об отношениях и сексе, саморазвитии и психологии, но почему-то редко говорим о необходимости дружбы, хотя очень часто она не менее важна. Для чего нужны друзья? В иерархии отношений дружба часто находится на последнем месте. Романтические партнеры, родители, дети – для нас все они важнее друзей. Тем не менее, многочисленные опросы показывают, насколько дружба важна для счастья. И хотя с возрастом отношения между людьми меняются, есть то, что остается неизменным. Сегодня мы постараемся исправить ситуацию и поговорить о том, почему дружба важна, и как заводить друзей, будучи взрослым. Как дружба отходит на второй план? Друзья – это сокровища. В непостоянном мире они обеспечивают успокаивающее чувство стабильности и поддержки. Мы вместе смеемся и плачем, разделяем радости и поддерживаем друг друга в беде. Но отличительной чертой дружбы является то, что она добровольная. Друзья – это люди, с которыми мы не связаны ни законом, ни кровным родством, ни ежемесячными платежами. Эти отношения свободны, и мы поддерживаем их только тогда, когда хотим. В то же время обратной стороны такой свободы становится отсутствие формальных требований к друзьям. Взрослая жизнь наполнена обстоятельствами – дети, партнеры, родители, работа. Дела все больше поглощают наше свободное время, и дружба отходит на второй план. Изучение социальных связей, проведенное исследователями Оксфордского университета, показало, что у тех, кто состоит в романтических отношениях, в среднем на два друга меньше, чем у людей без пары. Внимание человека сильно сосредоточено на партнере, а затем и на детях, поэтому у молодых родителей друзей становится еще меньше. Правда, это зависит от возраста, и прежде всего касается тех, кому меньше 36 лет. Из-за смены жизненных приоритетов они меньше общаются с родственниками и друзьями, а значит, лишают себя их помощи и поддержки. Дружба рушится не потому, что мы добровольно от нее отказываемся, а потому что с возрастом у нас появляются другие приоритеты и обязательства. Говоря словами ученых из Оксфордского университета, романтика и репродукция дорого обходятся обществу. Темп и загруженность взрослой жизни таковы, что мы быстро теряем связь со своими друзьями. Исследование голландского социолога Джеральда Маленхорста показало, что в течение семи лет наблюдаемые перестали общаться в среднем с половиной своих ближайших друзей. Среднее количество друзей сокращается. 40 лет назад у среднестатистического европейца было на четыре друга больше, чем сейчас. Вдобавок ограничения и социальное дистанцирование из-за пандемии, плотно вошедшие в нашу жизнь, затрудняют поддержание дружеских отношений, что может плохо сказаться на здоровье. Дружба способствует выработке эндорфинов. «Качество и количество ваших дружеских отношений могут быть важнейшим показателем психического и физического здоровья», говорит профессор Робин Данбор, эволюционный психолог из Оксфордского университета и автор книги «О природе дружбы». Ученый объясняет, что время с друзьями, смех, песни, танцы, совместный прием пищи и обмен историями побуждает мозг к выработке эндорфинов, которые вызывают эффект расслабления и тепла, подобные действию опиатов. И чем более расслабленными и спокойными мы себя чувствуем, тем выше наша устойчивость к стрессу. Как отметил профессор, эндорфины запускают иммунную систему, способствуют выработке белых кровяных телец, которые уничтожают вирусы. Фактически крепкие дружеские отношения даже увеличивают продолжительность жизни. Еще в одном исследовании ученые выявили, что у людей с более прочными социальными связями риск ранней смертности ниже на 50%. Вред от одиночества может быть сравним с выкуриванием 15 сигарет в день. К сожалению, количество одиноких людей уже несколько лет находится на значительном уровне. В 2017 году отчет комиссии Джо Кокса по борьбе с одиночеством показал, что каждый двадцатый взрослый часто или всегда чувствует себя одиноким. Друзья деловые и истинные. Согласно опросу двух тысяч американцев, проведенному в 2019 году, у взрослого человека в среднем 16 друзей. Из них трое – друзья на всю жизнь, пятеро – люди, которые нравятся, а остальные восемь – те, с кем мы вряд ли стали бы общаться один на один. Этот тип дружбы некоторые социологи называют целесообразной. Такие друзья есть почти у каждого. Приятель, который помогает вам продвинуться, человек, от которого вам что-то нужно, или тот, кто получает какую-то выгоду от вас. То есть выгода может быть обоюдной. Еще древнегреческий философ Аристотель выделял в своей никомаховой этике несколько ступеней в иерархии приятельских отношений – от отношений ради личной выгоды до совершенной, бескорыстной дружбы. Выгодные дружеские отношения могут быть приятной и, безусловно, полезной частью жизни. Но если вы чувствуете, что социальная жизнь не приносит удовлетворения, возможно, у вас слишком много полезных знакомств и недостаточно настоящих друзей. К сожалению, социальные обстоятельства подталкивают многих из нас заводить друзей только среди коллег. Средний служащий проводит на работе 40 часов в неделю. В административной среде этот показатель еще выше. Получается, что в течение рабочей недели мы проводим с коллегами гораздо больше времени, чем с семьей, не говоря уже о друзьях вне работы. Так деловые друзья легко вытесняют истинных. Как родительство влияет на наши отношения Рождение ребенка часто дается нелегко не только в физическом, но и в эмоциональном плане. А из-за недосыпания и новых забот социальная жизнь может стать последним, о чем думают новоиспеченные родители. В то время как 69% женщин довольны своей дружбой до рождения детей, только 54% могут сказать это после. У отцов эта удовлетворенность снизилась с 67% до 57%. Кто виноват? Время. До появления детей мужчины проводились с друзьями по 16 часов в неделю, а после оно сокращается до 6. У новоиспеченных мам цифры снизились с 14 часов до 5 часов соответственно. «Когда мы находимся в состоянии стресса, дружба – это первое, от чего мы отказываемся», говорит Эллен Гудман, соавтор книги «Сила дружбы в жизни женщин». А по словам доктора философии Хариат Лорне, это связано с тем, что во многих обществах от матери по-прежнему ждут жертв. «Приоритеты меняются, и мы больше не разделяем со старыми знакомыми прежних интересов. Или наши друзья так считают. Это явление, с которым сталкиваются многие мамы и папы». «Мои холостые друзья потеряли ко мне интерес, когда я стал отцом», – говорит 41-летний Стив, отец двоих детей из Калифорнии. «Теперь они редко мне звонят, считают, что я стал семьянином, и у меня нет времени на встречи». Сорокалетняя Джанет Болан рассказывает похожую историю. «Когда у меня родился сын, мои друзья, у которых не было детей, приходили в гости не так часто, их просто не интересовали дети. Со временем она нашла новых друзей, среди таких же родителей. Однако общение с друзьями, у которых нет детей, остается важным. Нужно помнить самому и напомнить другим, что вы человек, а не только родитель. Хорошие друзья будут понимать и поддерживать. Дайте им знать, когда будете готовы к приему гостей, и помните, что им все равно, как вы выглядите, и какой бардак у вас дома». Многие молодые родители, чувствуя давление и оценку общества, стараются показать, что у них все хорошо. Но лучше честно рассказать, как обстоят дела. Вам может показаться, что друзья без детей вас не поймут, но вы будете удивлены тем, насколько они могут помочь, если вы откровенно им объясните, как изменилась ваша жизнь и что вам сейчас нужно. Принимайте любые предложения помощи, будь то приготовление для вас чашки чая, готовка еды или помощь с прогулкой ребенка. Сколько друзей нужно для счастья? Не обязательно иметь десятки друзей, тем более с возрастом люди становятся избирательнее по отношению к окружающим. Но настоящих друзей определенно должно быть больше нуля, и хорошо бы, чтобы это был кто-то еще, помимо супруга или партнера. Если вы постоянно чувствуете себя одиноким, эту проблему надо решать. Одиночество – это сигнал о том, что что-то не так, говорит профессор Данбор. Как мигающий индикатор на приборной панели автомобиля, который сигнализирует о низком уровне масла в двигателе. В ходе своего исследования профессор Данбор обнаружил, что оптимальное количество близких друзей – пять. Это те люди, с которыми вы можете быть сами собой. Меньше пяти – плохо для вашего эмоционального состояния, говорит ученый. Однако более пяти близких друзей – тоже не лучший вариант. У вас может не хватать времени, чтобы поддерживать отношения со всеми. Кто такие близкие друзья? Это люди, с которыми вам комфортно. Их общество вас полностью устраивает, и вы уверены, что они всегда помогут в трудной ситуации. Как только вы выяснили, кто эти люди, важно поддерживать с ними постоянные отношения. Данбор признает, что в современном мире поддерживать дружбу стало сложнее, особенно в условиях локдаунов. Но есть и хорошие новости. Настоящая дружба, основанная на искреннем общении, стала крепче. Многие люди стали отдавать приоритет тем, с кем они решили оставаться на связи, несмотря ни на что. Кроме того, исследование профессора Данбора показало, что звонки и сообщения по-прежнему эффективны для поддержания дружеских отношений. Помните, если вы хотите получать от дружбы удовольствие и положительный эффект, ее надо поддерживать. «В идеале нужно встречаться или созваниваться раз в неделю. Если меньше, то качество дружбы страдает», – поясняет профессор. Мнение Данбора разделяет еще один эксперт по дружбе, Шаста Нельсон, психолог-автор книги «The Business of Friendship». «Она обращает наше внимание на то, что речь идет не просто о том, чтобы окружить себя людьми, но скорее о создании значимых связей. Когда мы чувствуем себя одинокими, мы испытываем потребность в близости, а не в поверхностном общении», – говорит психолог. «Если вы хотите, чтобы дружба принесла свои плоды, очень важно ее развивать». Нельсон рекомендует определить, кому отдать приоритет, составив список имен. «Спросите себя, с кем я хочу быть?» Когда времени мало, это поможет расставить приоритеты. По словам Нельсон, хорошая дружба соответствует следующим критериям. Первый – постоянство. Если вы не можете видеться с друзьями лично, найдите новые способы регулярного общения, например, по телефону в одно и то же время каждую неделю. Это важно для того, чтобы вы чувствовали себя ближе. Второй – откровенность. Это означает более глубокие и содержательные беседы, в которых вы чувствуете себя увиденным, услышанным и понятым. «Будьте откровенны друг с другом», – советует эксперт. «Убедитесь, что вы слушаете своего друга, но не забывайте делиться событиями из собственной жизни. Не ждите, что вас спросят, просто поделитесь тем, чем хотели». Третий – положительный настрой. «Мир поглощен негативом, поэтому так важно искать во всем позитив и передавать его друзьям». «Когда вы общаетесь с друзьями, подумайте, как я могу поделиться положительными эмоциями. При расставании вам обоим должно быть хорошо», – говорит Нельсон. «Даже если разговор был нелегок, всегда старайтесь найти способ оставить друга в приподнятом настроении. Пусть это станет культурой вашего общения. Что делать, если друзей мало или вовсе нет?» Для установления более крепких дружеских отношений может потребоваться время. Для начала вы можете восстановить связь со старыми друзьями. Недавнее исследование Канзасского университета показало, что для перехода от знакомства к дружбе требует около 50 часов общения, дополнительные 40 часов, чтобы стать хорошим другом, и в общей сложности 200 часов, чтобы стать другом близким. Поэтому имеет смысл вкладывать усилия в уже существующую давнюю дружбу. Если вы сомневаетесь и не знаете, как сделать первый шаг, помните, что потребуется время, чтобы восстановить значимую связь с бывшим другом. Действуйте медленно. Найдите повод, например, важное событие, день рождения, годовщина окончания вуза, дата совместной поездки, и отправьте сообщение. Вы можете использовать любой старый пост в соцсетях как трамплин для воспоминаний. Сделайте это кратко, но мило и искренне. Поинтересуйтесь, чем сейчас занимается ваш бывший друг. Это даст ему понять, что о нем помнят, и что он все еще важен. Но не расстраивайтесь, если вам не ответят так, как хотелось бы. Не принимайте это на свой счет. У всех сейчас много дел. Возможно, время было не самое удачное. И позже вам ответят обстоятельнее. А еще можно завести новых друзей. Исследования показывают, что половина наших близких друзей меняется каждые семь лет, поделилась Нельсон. Но если молодым людям легче обрастать новыми знакомствами, это может показаться более сложной задачей, когда вам за сорок. Если вы считаете так же, то вы ошибаетесь. Для новых отношений никогда не поздно. Не знаете, с чего начать? Попробуйте следующие шаги. Первый. Расширьте круг общения. Познакомьтесь с соседями. Делайте то, что любите. Найдите группы путешественников, художников, собачников, любителей дайвинга и других людей, имеющих общие с вами интересы. Попробуйте записаться на регулярные мероприятия, которые дают больше возможностей для общения. Например, языковой класс, курс письма, уроки актерского мастерства, книжный клуб. В 1960-х годах было проведено исследование, посвященное природе симпатии к незнакомцам. Оно показало, что мы больше симпатизируем людям тогда, когда знаем, что встретимся с ними еще. Испытуемым студентам предоставили анкеты двух девушек с похожими профилями. Разница стала лишь то, что одна была отмечена как будущий партнер в дискуссионной группе. Именно эта девушка получила наибольшие симпатии по сравнению с другой. Поэтому, если вы хотите подружиться, курсы на несколько месяцев станут неплохой основой. Готовность симпатизировать тем, кого мы увидим вновь, ежедневные встречи, общие интересы – все это окажет благотворный эффект. Второй. Проявите инициативу. Чтобы осознать важность инициирования, нужно перестать верить в миф, что дружба возникает органически. Выступайте инициатором контакта. Представьтесь, спросите номер телефона и напишите. Вы должны взять на себя ответственность. В одном канадском исследовании рассматривали поведение пожилых людей. Участники, считавшие, что дружба возникает только благодаря удаче, были, как правило, менее социально активны и чувствовали себя более одинокими по результатам опроса через пять лет. Напротив, те, кто считал, что дружба не дается просто так и приложили больше усилий, например, посещали церковный клуб или общественные группы, имели лучший результат, и через пять лет они были менее одиноки. Но важно не просто куда-то прийти и засесть в угол, тихонько листая соцсети. Нужно здороваться, представляться, обмениваться комментариями о происходящем вокруг, делиться контактами и не забывать быть на связи. Инициатива – это долгий и повторяющийся процесс, но именно он приносит новых друзей. По словам Ребекки Адамс, профессора социологии и геронтологии Университета Северной Каролины, Социологи давно признали, что дружба процветает тогда, когда мы постоянно общаемся. Третий. Будьте более открыты. Рассказывайте о себе и задавайте вопросы о других. Не стоит рассказывать новым знакомым свои мрачные секреты или углубляться в подробности личной жизни. Поделитесь своими увлечениями и тем, как вы проводите свободное время. Расскажите, чего ждете от будущего. Задайте аналогичные вопросы. Недавние эксперименты показали, что чем больше незнакомцы узнают друг друга и рассказывают о себе, тем больше растет их взаимная симпатия. Четвертый. Поднимайте себе настроение заранее. Поговорите со старым другом, послушайте музыку или сделайте несколько физических упражнений. Так вы подготовитесь к общению и будете увереннее чувствовать себя с новыми людьми. Доказано, что у нас больше шансов на качественное общение, когда мы в хорошем настроении. Пятый. Регулярно напоминайте себе о своих сильных сторонах, будь то надежность, проницательность, чувство юмора или умение слушать. Когда вы уверены в себе, вы не навязываетесь, а общаетесь на равных. Шестой. Поверьте, что вы можете нравиться. Представьте, насколько проще вам будет общаться с незнакомцами, если вы будете знать, что они вам симпатизируют. А ведь так чаще всего и бывает. Если не верите, посмотрите на результаты экспериментов, проведенных в Корнельском университете. В ходе исследований незнакомые пары общались в течение пяти минут в самых разных условиях – в лаборатории, в общежитии или на занятиях. После этого их просили оценить друг друга. При этом прослеживалась интересная закономерность. Люди всегда недооценивали свою привлекательность для второго участника эксперимента. И оценка собеседника всегда была выше ожидаемой. Другое американское исследование 1980-х показало, что добровольцы, которых убедили, что они нравятся собеседнику, начали действовать так, чтобы это утверждение сбылось с большей вероятностью. Они больше рассказывали о себе, меньше спорили и были более позитивны. Какой из этого вывод? Начинайте общаться в вере, что вызовите симпатию. Задайте себе установку «я нравлюсь людям» и повторите ее пару раз про себя. Вы почувствуете, как эта вера влияет на ваше тело. Напряжение уйдет, плечи расправятся. Это сделает вас более раскованным и удержит от страха быть отвергнутым. И напоследок два небольших совета. Седьмой – неловкость – это нормально, легкость в общении не приходит сразу. Восьмой – не ставьте целью завести ровно пять друзей, заводите больше. Часть из них отсеется, останутся только наиболее подходящие для вас. Поначалу эти советы могут казаться сложными, но чем больше практики, тем легче. Люди по своей природе – социальные существа. Дружеские отношения могут иметь огромное влияние на нашу жизнь. Главное – начать, заявить о себе, появляться на людях, делиться контактами, поддерживать связь. Исследования, которыми мы поделились, доказывают, что все это не так страшно, а понравиться несложно. Все начинается с простого «привет». Помимо всего прочего, важно убедиться, что ваши друзья настоящие, а не связанные взаимной выгодой, и общение с ними приносит радость. Отложите эту статью и задумайтесь, сколько у вас друзей, какие они и для чего нужны. Возможно, пора что-то менять? Автор – Мария Травникова. Редакторы – Анастасия Железнякова, Анастасия Ананьина и Александра Листьева. Читал Тарасов Валентин. А в конце подкаста нам хотелось бы передать приветы нашим ферзевым патронам. Логос Логос, Александр Болынский, Иван Блохин, Алекс Стабингис, Денис, Анна Шиловская и Марина Мосякова. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом. Редактор субтитров А.Семкин